Озвучка Байра, за субтитры благодарим фан-зап-группу Мюлаб. Мы здесь с самой популярной новой группой из Кореи, Энхайпен, которая дебютировала совсем недавно, 30 ноября. Это такая честь, добро пожаловать! Спасибо, спасибо! Давайте скажем пару слов о названии. Что по-вашему означает Энхайпен? Название Энхайпен включает в себя идею связи, открытия и роста. Думаю, оно также отображает наше стремление становиться лучше и развивать силу и безграничные возможности каждого мембера в одной группе. Потрясающе! Что вы расскажете о концепте дебютного альбома Border Day One? Border Day One рассказывает историю о парнях, находившихся на границе двух миров. Путь от тренера до артистов, от отдельных лиц до группы Энхайпен. Мы выразили наши смешанные эмоции, с которыми столкнулись на этом пути. Все семеро из нас усердно готовились к дебюту. И теперь мы очень рады показать наше выступление и музыку нашим фанатам. Также важно, что мы стараемся выразить идею не только через музыку, но и визуально. Рассвет и сумерки – это два концепта альбома, также символизируют границу. И это захватывающий момент в вашей карьере. Это граница, правда? Это момент, когда вы находите себя в своем путешествии и запечатливаете это в дебютном альбоме. Это так здорово! Еще мне интересно, каков посыл главного трека Given Second? В этой песне поется о нашей неуверенности в том, является ли наш дебют как Энхайпен, чем-то дарованным или мы сами воспользовались этим шансом. Но также она показывает наше стремление двигаться вперед. Чон Ван, каково быть выбранным в качестве лидера группы? Я был очень удивлен и благодарен за то, что мемберы выбрали меня лидером. Роль лидера предполагает давление, но я сделаю все, чтобы вести группу к лучшему. Точно! Вы, ребята, уже собрали такое невероятное количество подписчиков в соцсетях. Каково это? Мы все еще не можем поверить, что общаемся со столькими фанатами со всего мира. Мы так нервничали во время нашей первой трансляции на V-Live. И все еще нервничаем, но поддержка фанатов воодушевляет нас. У вас пока все отлично, если можно так сказать. Каково ваше желание на 2021 год? Вы, ребята, кажетесь мне очень амбициозными артистами, и у вас много целей, но есть ли желание на 2021? Мы хотим продолжать показывать нашу музыку и выступления. Также со времен Айленд у нас не было шанса встретиться с фанатами, поэтому в 2021 году мы желаем выступать перед ними лично. Надеемся на это. Надеюсь, наступит день, когда мы сможем встретиться лично, и вы, ребята, сможете прийти на MTV. Спасибо, Кенни. Пока!